Всем приветик, с вами Тель. Это самые крутые комментарии из прошлого ролика. Если хотите также попадать в мои видео, то, конечно же, пишите свои классные комментарии, и я выберу три самых лучших. Не забывайте то, что следующий ролик выпустится, если вы поставите на этом видео где-то 15 или 10 лайков. Мне будет этого достаточно. А так, в общем-то, всё. Приятного просмотра. Запасайся, кстати, попкорном. Итак, 2021 год. Январь-май. Каталог. Что же здесь мы можем найти? Так, новиночки. Лего Дупла. Естественно, тоже новинки. Если у кого-то маленький брат или сестра, то можно сделать подарки. Да, там новые наборы появились. И... Ой, так много Лего Дупла. Так, когда же мы уже перейдём? Ага, вот мы дошли до Лего Классик. Здесь всё-таки есть новинки. Это новинки января и новинка марта. То есть здесь такие же наборчики деталей. Здесь много разных колёс, а здесь прозрачные кубики. И есть, естественно, инструкции, с помощью которых можно собрать какие-либо постройки. А остальное уже всё сделает ваше воображение. Так, далее вы можете увидеть корабль Креатор и машина-дом Креатор. Это не новинки, они уже были. Поэтому давайте смотреть то, что будет появляться. А это вот такой вот, получается, кибер-дрон с какой-то мини-фигуркой. И это три в одном. Вообще, маленький наборчик. Мне кажется, он будет стоить рублей 500. И поэтому это очень классно. Плюс мини-фигурка. Думаю, он будет выглядеть как-то завораживающе. Ну, а ещё более завораживающе выглядит этот космический робот. Он предназначен для горных работ. И также он три в одном. Можно внутрь посадить в какую-либо мини-фигурку. Так, следующее у нас тут есть. Дом на дереве. Это здесь разные животные. Также три в одном. Потом у нас Дисней с вот такими вот... У них пошёл тренд в Лего делать вот такие вот книжки, которые раскрываются. И там можно играть с маленькими мини-фигурками. Такая идея очень понравилась Лего. И они начали делать вот такие вот компактненькие книжки с маленькими мини-фигурками, которые где-то на половину ниже оригинала. То есть оригинала Лего Фрэнс. Также по новинкам здесь ничего нет. А, хотя... Вот он. Саламандра Броуни. И книга сказочных приключений Эльзы Инока. Так, переворачиваем. Здесь реклама Лего Лайф. Потом тролли. В троллях нет, естественно, новинок, потому что фильм уже давно прошёл. Но почему-то его всё равно продают. Новинка Марта. Это у нас торговый центр Харт Лейк Сити. С такими же маленькими мини-фигурками им нужно было, понимаете, я так считаю, создавать мини-фигурки детей. Поэтому им пришлось сделать такой формат. Здесь они начали очень много где употреблять их. Вот, вот. Взаимодействовать эти мини-фигурки, засовывать их в разные наборы, переделывать под разных детей. И, в общем-то, это всё. Но, кстати, классная штука такая здесь есть в торговом центре. Это эскалатор. Да. Это с помощью рычага он, получается, едет вниз. Интересная, конечно, конструкция. Приложение We The War. Она появится скоро. И будет зависеть оно от Лего. То есть здесь будет что-то такое вот взаимосвязанное, как в Лего Марио. То есть приложение и Лего. И как-то они будут это взаимодействовать. То есть здесь будут танцбаттлы. Сканирую и лови музыкальную волну. Здесь можно будет просканировать. Так. Следующие. Лего Дотс у нас, как я и говорил. Это новинки января. Здесь всякие креативные наборы для праздника. Там вот эти кошечки все. Вот эти вот брелочки. Тоже новинки. Всякие вот эти вот наборы, побрякушки. Так. Получается, здесь рамки для фотографий. Думаю, у меня хватает Лего, чтобы сделать эти рамки. Надо будет попробовать как-нибудь. Может быть, сниму обзор, чтобы показать вам, как их делать. Если вдруг. Думаю, они делают слегка. Да. Так. Ну, собственно, не будем на этом останавливаться. У нас здесь есть интересные наборчики. Например, вот этот. Вот этот. Это, получается, у нас мини-дорога. Написано, построй свой город. Это перекресток. То есть, здесь именно детали Лего. Вот это вот, это не картинка. Да, это классно. И вот эта пластина с изображением дороги, получается, входит в набор. Это уже семейный дом. Набор. Небольшой набор, но имеются прикольные детали. Допустим, у этой девочки есть шапка, как у героини из Hidden Side. Так. Лего Сити. Здесь новинки. Это вот такие вот наборы. Опять там они все заново. Лего. Лего полиция. Там вот эти вот все подводные штуки. Рассматривать, в общем-то, ничего такого сверхъестественного нет. Ну, есть вот пожарная. Получаются пожарные все вот эти вот штуки. Команда пожарных. Пожарный автомобиль. Пожарная машина с лестницей. И спасательный пожарный вертолет. Здесь добавлена новая уникальная деталь огня. А вообще, мне кажется, вот эта большая деталь очень как-то напоминает вот этот вот камень серый. Только уже покрашенный в огонь. Да, мы заметили. Так. Здесь уже транспортировка карта. Набор. Это тоже новинка января. То есть он уже появился. Отпуск в доме на колесах. Трактор. И транспортировка самолета на авиашоу. Так. Дальше новинок никаких нет. Нет, нет. Так. По-моему, по-моему, я ничего не пропустил. Ну, естественно, миньоны. Оу. Да будет свет. Естественно, миньоны. Как же без миньонов? И как будто журнал начинается заново. Вот посмотрите. Вот это вот начало и здесь. Как будто это уже какой-то второй журнал. Здесь называется этот набор колизей. Это эксклюзивно в лего-магазинах и новинка. Так. Смотрим. Ага. Ну, здесь какое-то оглавление получается. Показан набор, с помощью которого можно поностальгировать, да, поиграть в лего-супер-марио. Вот именно вот такого. Так. Гарри Поттер. Новинки. Косой переулок. И нападение на нору уже, наверное, вы уже знаете про этот набор. Он уже выходил. Также новинка у нас. Ниндзяго. Сады Ниндзяго-сити. Это самый большой набор то ли Ниндзяго, то ли всего 2021 года. Поэтому стоит он, кстати, где-то примерно 22 или 25 тысяч. Поэтому, не знаю, стоит ли его брать. Наверное, только коллекционеры возьмут. Так. Манки Кит. Показаны все наборы. Возможно, Манки Кит не зашло никому. Никто не знает, кто это вообще такой. Так. Следующая. Стар Ворс. Ну, если вы знаете, конечно, кто такой Манки Кит, я посмотрел первую серию и как-то не очень не зашло. Стар Ворс. Вот эти наборы. Конечно же, Мандалорец. А вот этот набор очень странный. Его просто переделали. Этот набор, представляете, из 2016 или 2015 года. Он стал 18+, хотя был 12+. Здесь ничего не изменили. Только он стоил, внимание, 3 тысячи или 4 где-то. А сейчас стоит целых 10. Жаль. Это ужасно. Что они делают? Потом рассматриваем Криатор-Эксперт наборы. Также Клизей наш. И автомобиль охотников на привидений Экта-1. Вышел примерно 3 месяца назад. Также Американские горки. Очень старый уже набор. В общем-то, тогда... Ага, какой-то есть набор, даже непонятно что это. Какой-то дом с привидениями. Вау, вот это вот заманчиво. Мне нравятся всякие привидения. И так, следующее мы снова остаемся на Криатор-Эксперт. И это букет цветов. Да, из лего. Это цветы, представьте себе, из лего. Очень красиво. Я вначале подумала, что это какая-то заставка, но оказалось нет. И также бонсай-дерево. Потом переходим дальше. Смотрим, какие у нас тут новинки. Так. Здесь новые появились лего-арт. Вы можете посмотреть. Но ничего интересненького сказать по ним не могу. Так, так, пролистим, просмотрим. Это лего-архитектор. Лего-мини-фигурки. Да, новая серия. Отличающиеся мини-фигурки очень классные. Это вот такой вот какой-то инопришленец. Потом дальше девушка с копытами. Да. И вот такой вот очень классный, милый и забавный пчеловод. Так. Вообще все мини-фигурки классные, но больше всех отличаются они. Божья коровка и еще вот эта вот певица. Песик классный. Вообще все классные. Все. Все. Вот только я не знаю, почему именно их они добавили. Вот это вот какая-то типичная. Ну, полиция даже не знаю, к чему это. А, это намек на 1989 год где-то. Да, это была инопланетная полиция. Вот здесь вот нарисован знак. Вот такая вот планетка, как у Бенни, если вы помните. Да. И вот такой вот мальчик-скрипач и бородач. Да. Новинка января. Это Человек-паук и призрачный гонщик против Карнажа. Это Марвел, Спайдермен, лаборатория Человека-паука. И получается Монстр-трак Человека-паука против Мистерио. Не помню, что такого было в фильме, но это, возможно, просто по комиксам. Так. Да, новинки это их вот такие вот робота-тела, как в Nexo Knights. Они решили сделать такую тематику. Вот. Дальше 4 плюс набора. Это Железный Человек против Таноса. Самый дешевый вариант заполучить мини-Таноса, наверное. И получается Бой Человека-паука с Весочным Человеком. Да. Так. Лего Бэтмена. Новиночек нету. Классный набор Чудо-женщины против Гепарда. Так. Загрузите бесплатное приложение в каталоге. Да. Они продолжили это дело. Потом Джурасик Волрулд. Да. Мир динозавров. Юрский период. Как-то там называется. Так. Лего. Спид Чемпионс. Потом Буст. Ба-буст. Би-буст. Колд. Плей. Так. Этот робот стоит, кажется, 10 тысяч, но это не новинка уже давно. Новые наборы Лего Супер Марио. Это ядовитое болото Ягозы. Их загадочное испытание растения пираньи. Также набор твоей уровни и твои приключения. Переворачиваем страничку. Здесь новые костюмы, новые мини-фигурки. Так. Следующая расскажет про Лего Супер Марио. Дальше. Новиночки по Лего Ниндзяга. Здесь они в джунглях. Написано. Воссоздай захватывающие приключения на острове из мультсериала Лего Ниндзяга. Мастера кружицу. Прокатись на потрясающих машинах и кораблях ниндзя, сражаясь вместе с ними за ценные амулеты. Амулеты. Это получается вот в этом наборе есть амулет. Вот в этом наборе есть амулет. Вот в этом. И, естественно, где-то он спрятан в большом наборе. Похоже, что это он. Так. Переворачиваем. Да, кстати, ниндзя поменяли вид. Они выглядят теперь как будто из третьего или четвертого сезона. Так, где они были в джунглях. Кажется, это был третий сезон. Да, да, да. Возможно. Также Лего Ниндзяга Легаси. С дополнительными золотыми мини-фигурками. Это такие интересные мини-фигурки. Вот так они выглядят. Кай, Джей, они из разных сезонов все. Так, интересно, будет ли мини-фигурка из самого первого сезона? То есть, с таким интересненьким головным убором, наверное, нет. Я думаю, что вряд ли. А, кстати, вот в этом большом наборе, который сады Лего Ниндзяга, сады Ниндзяга, получается, там как раз будет золотая мини-фигурка Мастер Ву. Так, Ниндзяга Легаси, старые наборы. Потом вот эти вот их спиннеры. А, ну, кстати, легендарные битвы. И, в общем-то, так. Так, Ниндзяга, старые наборы. Так, старые, еще старые наборы. О, Гарри Поттер. Новинки января. Это вот такие вот книжечки. Там, где, получается, потом раскрываешь и обитают по три персонажа. Вот такие вот интересненькие. Можно сценки с ними делать. А так это, в общем-то, выглядит вот так вот в обычной книге. Как будто книга какая-то. Можно даже на полку, наверное, ставить. Так, Гарри Поттер, Майнкрафт. Так, новинки вот такие вот. Это Искаженный лес, Первое приключение и также Дом свинья. А, ну и Королой риф. Так, думаю, мы ничего не пропустили. Ну, недавно, кстати, вышел, кажется, набор. Называется Торговый пост. И вот эти вот пчелки. Называется Пасека. Так, 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 так. Мандалорец. Так, ностальгия по Мандалорцу пошла. Испытание на Татуине. Здесь вообще эти персонажи не дерутся, но почему-то здесь так показано. Сделали бы лучше вот этого огромного песочного дракона. Да, татуинского вот этого дракона, который там все ел. Хотя бы его голову или уменьшенную копию, не знаю. Дальше Малыш у нас тоже появляется. Новые наборы скоро в продаже написано. Это будет в апреле 2021-го. Ждем новых наборов по Star Wars. Надеюсь, что они будут не такими дорогими, как эти. Так, здесь вот так вот можно подниматься к Ати-Ати. Ну, вот, то есть к этой постройке. И так, так, так. Проходим, проходим. Новинок никаких не видим, поэтому пролистываем дальше. Так, по Мандалорцу. Я не могу просто это пропускать по Мандалорцу. Естественно, очень давно уже вышел набор. И вот этот страшный Йода, Дроид, Део. Так. Лего Техник. Здесь вот такие вот машинки появились. И, в общем-то, в Лего Техник много новинок. Они обратили внимание в этом году, видимо, на именно техник. Так, здесь всякие мини-постройки. Также есть спасательное судно на воздушной подушке. Тяжелый эскаватор. Потом, так, что у нас? Ну, всякие машины, там джипы. Так, так, так. Машины на пультах управления. Так. Хоп. И, в общем-то, так, Бугатти. Ну, эти все машины очень дорогие. Кажется, они уже появлялись. Да, они уже были. Так, Штурмовик, Боба Фетт и Железный Человек уже тоже были. Потом, заставка Rebile the World. Построй свой мир. Построй свой мир – это три слова, которые открывают множество возможностей, как и кубики Лего. Эти слова отображают не только ценности, которые заложены в бренд Лего, но и пользу от игры, которую дарят наши конструкторы как детям, так и взрослым. И, конечно же, показано приложение, с помощью которого можно легко, без инструкции, собрать наборы. Потому что они, Легоцы, заботятся, естественно, о природе. И решили уменьшить количество затрат на бумагу. И вот так вот сделали. Да, кому понравился этот ролик, конечно же, ставь лайк. Надеюсь, что у нас хотя бы накопится примерно 10-15 лайков. Когда такое количество накопится, я следующий ролик уже сразу выпущу. Так, ну а пока, в общем-то, пишем комментарии. Не забываем то, что конкурс продолжается. На самые крутые комментарии, конечно же, буду показывать в следующем ролике. И с вами был Тиэль. Это был обзор 2021 года. Каталога о январе и до мая. Да, да, как-то очень криво получилось, я делал предложение. Поэтому, ну, в общем-то, это не важно. А так, всем пока. Спасибо за просмотр, кстати.